Вы сюда перешли работать, да? Понятно. Здравствуйте. Здравствуйте, молодые люди. Что там забился так далеко? Здравствуйте. Хорошо, что мама не заставила его идти ножками. Грязно. Я об этом. Он приехал. А вы где жить будете? Здесь, у нас в микрорайоне. На Ленинг. Или уже вы тут заселились? Мы живем, конечно. А вот скажите, все-таки, когда вы выбирали здесь квартиру, чем руководствовались? Ну, в район. Застройщики покупали, нам обещали, что здесь... Можно, смотрите. Все-таки, учитывая, что нас многие слышат, и, собственно, надеюсь, эти аргументы они также будут учитывать, когда выбирать будут жилье. Школы нет, детского садика нет, транспорт не ходит. Правильно. Территория бывшего завода. Дорогая полная. Вот вы скажите, какие у вас были аргументы? Стоимость какая-то квадратного метра? Ну, ты нет. Я ж не помню. Я ж не помню. Ну ладно. В 2014 году купили. В 2014 году? Да, еще только строится начинаем. Нам сказали, что район новый. Застройка. По плану есть и школа, не один детский сад. Политоманта нас подкупила. Можно еще вопрос? А вот когда вам говорят, по плану все это есть, вы каким-то образом сверяете с сайтом мэрии Саратова, района? Можно, Валерий Васильевич, все-таки к этим вопросам нам сегодня повернуться лицом? Михаил Александрович, вот понятно, в 2014 году вас здесь не было, и вы не можете за это отвечать. Но вот сейчас, допустим, если кто-то хочет приобрести жилье, он может на сайте города Саратова или района взять и ознакомиться с перспективами развития этого района, исходя из ваших планов? Мы понимаем, что надо новые перепланировки в Афте, в принципе. Мы же с вами говорим по-семейному, не чужие все, мы же с Саратова. Но речь о чем идет? Вот мы вдурить и дальше будем? Нет. Вот смотрите, в 2014 году их сюда завлекли дешевой стоимостью и радужными перспективами. Шесть лет прошло. Школа, хорошо, если появится в этом году. Почему говорю хорошо? Потому что вы взяли и нам усложнили вопрос реализации этого проекта тем, что не подготовились к проведению конкурса, обманули застройщика, не выполнили свои обязательства, которые должны были выполнить в прошлом году, подготовив участок. Участок. Решили за счет федеральных средств прокатиться. Вы же обязаны были участок подготовить. А здесь что было? Предыграли. Ничего здесь не было. А под школой что было? Все знаете. Корпус был здесь. Сейчас второй цех наш склад был. Там какой фундамент был? У-у-у, тут эгород новый находишь. Вот. Понимаете? А вы должны были, определив место строительства школы, изучить геологию, геодезию, все это оттуда вытащить, вывести, пригласить все службы от экологов до санэпидемстанций, принять решение по строительству школы именно в этом месте. А вы что сделали? Вы взяли людей, попросили писать обращение, что школа нужна, они обращение написали, мы здесь встречались, средства нашли. Дальше строителям говорили, ну освобождайте участок. Сколько вам стоило освободить этот участок? Три месяца. Три месяца. За счет чего? Это же не имеет отношения к ним. Финансирование, которое выделяется из федерального бюджета, Ирина Владимировна, там что? Есть строка подготовки участка? Нет. Снос? Нет. Зачем так сделать? А дальше? А дальше сегодня сорвали нам конкурс. А у нас с вами потом время остается все меньше и меньше, потом у них начнется штурмовщина, снижение качества работ. Кто виноват? Виноват? Город, а конкретно тот ваш зам, кто ведет эту работу. Знаете, что надо делать? Вот и делайте. Потому что такие люди рядом, они дискредитируют вас, они наносят ущерб, они удорожают стоимость проекта, они в перспективе нам проблемы рождают. Зачем они тогда? Вы представьте, вот мы сейчас рассматриваем школу, а если бы такой человек стоял около операционного стола, и что было бы с больным? Об этом речь идет. Ну и конечно, надо взять сейчас и в плане будущих уже работ, развития микрорайонов, проектирования, заканчивать врать просто. Вот понимаете, врать ведь можно, когда вы действия эти делаете, и можно, когда вы молчите. Они же вот взяли эти картинки красивые, посмотрели, так же как в микрорайоне звезда, и понесли дянюшки застройщикам. Принесли. А здесь пустырь собаки лают. Собаками тоже надо заниматься. Собаки, конечно, да. Вот они лают, а почему? Мы обращались по поводу собак тоже, не один раз, везде дурстрою нас закрыли. Ну в общем, это проблемы наших районов. Это проблемы, не только районы, это города Саратова проблемы. Это опять, Михаил Александрович, вопрос вам. Это все вопросы города, вопрос мэра. Надо брать и, посмотрев, какое количество необходимых нам с вами приютов для собак, построить их. Один в Заводском, один в Ленинском, а дальше посмотреть по необходимости. Их строить надо, запроектировать, сделать современными, с ветеринарными клиниками там, или специалистами, которые могли там находиться. Зоной приготовления кормов, приглашением туда волонтеров. Может быть, кто-то будет забирать этих собачек, если понравится. Но это тоже вопрос, которым надо заниматься. И пускай проектируют, предлагают, потом с жителями обсуждайте, где эти будут у нас с вами. Муниципальные учреждения, или вы их передадите так же, как лодочные станции, возможно, безвозмездно в использовании тем, кто будет ухаживать, защищать. Грантову надо поддерживать в любом случае, потому что развелось столько, что кормить их надо. Вот об этом, и это вопрос. И они эту тему сейчас не поднимают. Почему? Потому что им школа нужна, но они ее поднимут. И вопрос транспорта поднимут. А Бернацкий правильно еще скажет в отношении самолета. Валерий Васильевич, когда сдадим? Когда сдадим? Да. Ну, я думаю, что к началу учебного года. Как к началу? У нас самолета к началу учебного года в декабре была сдана. В учебный год с сентября. Но тогда к первому сентября. Так я и сказал, к учебному году. Валерий Васильевич, необходимо на это обращать внимание. У нас были срывы с вами. Посмотрите, в прошлом году по стадиону «Волга». Мы могли его в прошлом году даже завершить. И деньги у нас на это были зарезервированы. У нас были с вами срывы конкурсных процедур на проспекте. Ненормально. Это говорит о том, что люди, которые занимаются этими вопросами, непрофессиональные, и они просто безответственно относятся. Нам тяжело. Дался вопрос поиска средств. Вы же посмотрите, принималось особое решение по федеральному финансированию. Это за счет резервного фонда. Сейчас в бюджете федеральном предусмотрены средства на завершение строительства. И просто недопустимо. Потом, здесь же эти все вопросы нельзя оставлять на последний день. Они же оставились на последний день. Если бы заранее посмотрели, и все темы решили, было бы все иначе. Вы свою ложку дегтую, бочку меда, давайте. Не, я наоборот, ну типа после вашей встречи тогда, я каждый день вот в Михайловке сразу встречаюсь. Может, это он на вас отвлекся? Ну, видать, видать, ничего, да, да, наверное, ничего из-за этого. Ну, мы с его работниками побывали, вот здесь вот, вот этот монумент, решили вон там, за забором, как раз, вот эти деревья, это наши старые деревья, заводские. Там аллея была, каштанов, березы, вот здесь прямо его и поставили. Подождите, а как же его взяли и снесли? А у этих спросить бандюг, который завод грубили. Мы в прокуратуре писали, им они равнодушны абсолютно. Мемориальный целый комплекс, да. Как же его могли взять и уничтожить? Вот так вот взяли, мы не думали, не гадали, они взяли вот блоками, краном раз, и все раскурочили, выкинули на аэродром. Как они могли это взять и раскурочить, увезти? Вы дайте мне все написанное вами. Я найду. Найдете, я знаю, что вы найдете, у вас с этим все нормально. Не, ну это-то вообще у нас и вандализм, и статья, и посмотрите, здесь фамилии, как они имели право-то взять и этот мемориальный комплекс, Валерий Васильевич. Ну посмотрите, это здесь же Стелла погибшим, здесь список. Мамаева, Курган у нас же было. Ну сами задумайтесь. Ну я вам серьезно это говорю, потому что если мы сейчас наших близких не защитим, то кто их защитит? Потом, что это такое? Ну ладно, они активы завода взяли и приватизировали. А на это у них права нет. Это принадлежит нам, и страна должна защищать, и государство делать все для того, чтобы никто не трогал, а лишь мы с вами могли наоборот отдать дань уважения и памяти. Мы посмотрим, к кому обращались, почему не отреагировали, вот хорошо, вот хорошо. Да они ответили, вам перенесли, вон там со станка выдрали. Да они не имеют права трогать. Ну в том-то и о чем, это наш мемориал. Они были в прокуратуре заводского района, и они сюда приходили, они ничего не видели, как завод трусут, ничего не видели. Ну присядьте. 300 метров от завода. А там сейчас что на этом месте? Ничего, вон котлован, икей, вон он там. Я все восстанавливаю. Да, да. Мы с вами ночью назад еще. Они в прокуратуру обратились. Я за это должен ответить. Вот все остальное это хозяйственный спор, но это наша память. За вандализм, а по-другому здесь не назовешь, должны быть наказаны. Вот и все. И вот именно за это, кто давал поручение, кто не отреагировал, хотя обращение есть, сейчас посмотрим, чьи фамилии стоят, кто главой района был. Вот это все надо однозначно нам взять и обсудить. Ну что, девчат, не мерзнем. Спасибо вам. Идите к мужьям, готовьте им. Помогайте. Ужимая гемография. Ой, у нас дети. Правильно скажут? Правильно. Спасибо огромное. И ждите в теплых квартирах. А наша задача 1 сентября – открыть школу. Цеということ. to our персон畫. Сейчас я улыбнулся. Правильник. toh... Продолжение следует...